Ночь любви Нет, это кого просят, понятно, кто просит Мы интересуемся личностью Юрина Сана А это часть его личности Снял, нет Ой, это рукописи, да? Да, переписчика Это вот... Потому что это не печатная нота Вот так выглядят рукописные ноты, понимаешь, да? Видите, у этого Васильева, вот это рукописи Для того, чтобы потом ее издать То есть, предположительно Снял, да? Снял, да? Снял 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 но вот вот и и и и Да, есть такие? Вот это же написано. корректуры издательские вот эти коробочки клин оба там они разобрались партия А, ладно. Тина, не помню. Я думаю, что я подвергнула каждую фото. Нотные. Нотные. НОВЫЕ. Ну, они все мокрые. Вот они все нормальные. Да. Да. Надо так с собой. О, там песни сколько. Ой. Вот это белое, кстати. Это белое. Кто-то снял момент, когда это ходило? Угу. Угу. Не входит. Угу. 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 Не знаю где. Эти холсты. Эти холсты. Эти холсты. Ну, это, безусловно, исторически, конечно, ценнейший экземпляр. Это три тома «Пиковой дамы». И вот только на третьем фоне написано, что вот эти страницы нужно переписать. Катер Чайковский. Действительно, эти страницы отличаются по бумаге. Ну и судя по тому, что здесь все-таки рука Чайковского, рукописная копия делалась до 90-го года, то есть до постановки «Пиковой дамы». Что надо переписать в страницы определенные? Да, вот эти страницы нужно переписать по-чайковски. Снял копию? Давай посмотрим. Покажите нам эти страницы, которые надо переписать. Пожалуйста. Ну давайте в чём их надо переписать. Не знаю, может быть здесь были ошибки какие-то, может неправильно что-то с этим было. 288, как раз по 311. Они другого формата, другого цвета, но почерк похожий. То есть может тоже переписать. А так может быть это уже переписанное? Да, они, конечно, уже заново, скорее всего, переписаны и вплетены уже вот. Да, потому что и бумага, и всё. Здесь ещё, может быть, были какие-то пометки Чайковского или ещё кого-то? Это бумага совершенно другая. Нет пометок Чайковского? Ну здесь не знаю, не видела. Не могу сказать. А вот эти синий карандаш, дирижёрские пометки, ну они, тоже их идентифицировать крайне сложно. Веером, может быть, разложить. Любопытный довольно-таки репертуар. Тельмарш из жизни за царя, романс Глинки, песни имщика Бакалейникова, романс Доргомышского, Грига. Ну тут весьма просто любопытный Полька, дамский календарь. То есть совершенно разного такого плана сочинения, но вот все они для духового оркестра переложены. Что утеряно? Вы, вот говорите, значит, вы... Ну конечно, Полина Финвальд, например, в Клиново, если вы, как бы, вот... Должно будет осуществиться. Петербургский магазин Юркенсона был рядом с издателем Стиловском. С Стиловкой. Ну непонятно. Возможно, это... Надо в читальный зал обратиться. Возможно, Глинка даже в изданиях Стиловского там может и стоять. Не знаю. С какой период? Ну... Да я не знаю, мы туда можем. По согласованию с директором съемка изданий. То есть вы хотите сказать, что эти штампы... Ну вот, уже видим... Ну вот, уже видим... Тут в основном ноты, да? Тут их... Это нотное приложение к журналу, а журнал сам вот... в таком вот ксерокопированном виде. Унице. Собранный. Дониленки. Издательство? Да. Дмитровка, да? Большая Дмитровка? Как это улица называется? До самого сделают и все. Нет, нет, нет.